Силы инерции Силы инерции И какую-то Систему отчета, относительно которой Мы будем описывать движения нашего тела Маленькими буквами x и y У нас обозначена эта система отчета У нас есть некая материальная точка Которая движется относительно подвижной системы отчета А сама система отчета Также может двигаться с некоторой скоростью V0 Ее начало отчета движется Она может вращаться с угловой скоростью омега Для простоты мы будем омегу считать константой Ну и точка, которую мы описываем она будет двигаться с некоторой относительной скоростью относительно рассматриваемой системы отчета. Давайте запишем выражение для скоростей и ускорений относительно подвижной системы отчета и относительно неподвижной. Скорость абсолютная относительно неподвижной системы отчета складывается, как известно, по обычному закону преобразования скоростей Галилея из скорости относительной и скорости движения начала отчета. Такое же соотношение можно написать для ускорений. Оно получается просто дифференцированием первого по времени. Но такие соотношения имеют место только если система отсчета не вращается. Если мы начнем учитывать вращение, что будет? Ну, во-первых, радиус-вектор точки r относительное начнет вращаться вместе с системой отсчета. Соответственно, к скорости нужно добавить вот это вот слагаемое ωr, то есть вращение вектора r. Теперь учтем поправки, которые возникают к ускорению. Скорость относительная тоже будет вращаться вместе с нашей системой отсчета. Поэтому добавится к ускорению слагаемое ω на v относительное. Так же, как уравнение вращения вектора v относительное. Дальше. Слагаемое ωr при дифференцировании. Здесь стоит радиус-вектор r. При дифференцировании получается относительная скорость. Соответственно, возникает еще одно слагаемое вида ω на v относительное. И, наконец, этот же вектор ωr тоже вращается вместе с нашей системой отсчета. Поэтому возникает вот такое вот большое дополнительное слагаемое ω векторное на ω на r. Но если внимательно посмотреть на это слагаемое, можно узнать в нем обычное центростремительное ускорение. Минус ω2 на r перпендикулярное, то есть на расстояние до оси вращения. Ну а два слагаемых v на ω относительное можно объединить в одно, поставив здесь двойку. Вот это слагаемое v на ω относительное умножить на 2 называется кориолисовым ускорением. А вот это центростремительное ускорение. Теперь давайте посмотрим, что получится, если мы захотим написать уравнение движения точки. Умножим это соотношение с ускорениями на массу и увидим, что масса на абсолютное ускорение — это действующая на тело сила. Перегруппируем слагаемые и перенесем ускорение в правую часть, а ускорение относительное ставим в левую часть. Получим вот такое вот уравнение. Масса на относительное ускорение равно сила, которая есть масса на ускорение абсолютное, и три дополнительных слагаемых. Поступательная сила инерции — это минус масса на ускорение начала отсчета. Центробежная сила инерции — масса на ω2 на расстояние до оси вращения. И, наконец, кориолисовая. Сила — две массы на векторное произведение относительной скорости, на угловую скорость вращения системы. Теперь поговорим о таком понятии, как невесомость. Как известно, состояние невесомости возникает, когда тела падают свободно. Например, на Международной космической станции, свободно обращающейся вокруг планеты Земля, те космонавты находятся в состоянии невесомости. Как объяснить возникновение этого состояния? Давайте рассмотрим уравнение движения, которое мы написали. Для простоты не будем учитывать вращение системы отсчета. То есть перейдем в систему отсчета, движущую поступательно. У меня тогда на систему будут действовать две силы. Сила тяжести — mg и, соответственно, сила инерции — минус m на ускорение начала отсчета. Но если система падает свободно, ее ускорение, конечно же, равно g. Таким образом, получается, что масса на относительное ускорение равно нулю. То есть мы как раз имеем условие того, что система отсчета является инерциальной, и все тела, которые относительно нее движутся, будут двигаться без внешнего воздействия с постоянной скоростью вдоль прямой. Почему так получается? Ну, нетрудно видеть, что вот здесь в этих формулах для силы тяжести и силы инерции стоят разные массы. Сила тяжести определяется массой гравитационной, а сила инерции определяется инертной массой. Ну и так получается, экспериментальные факты говорят о том, что масса инертная и масса гравитационная равны. Это называется принципом эквивалентности гравитационной инертной массы, и он замечательным образом подтверждается экспериментально. Поскольку эти массы равны, именно поэтому слагаемые здесь зануляются. Ну и кроме того, мы видим, что любая свободно падающая система отсчета оказывается инерциальной. Ну, точнее, она оказывается локальной инерциальной, то есть она является инерциальной вблизи начала отсчета. Если мы начинаем удаляться от начала отсчета, то g, ускорение свободного падения, начнет меняться, а 0 при этом не изменится. Ну, соответственно, возникнет дисбаланс между силами тяжести и силами инерции. Это явление называют микрогравитацией. Поступательная и центробежная силы инерции, потенциальной энергии, силы инерции. Назовем переносным движением движение материальных точек некоторые системы отсчета вместе с ней. Система отсчета может двигаться поступательно, а также вращаться. Назовем переносной скоростью величину v0, где это скорость движения начала отсчета системы, плюс ωr, это скорость вращения каждой точки вместе с нашей системой. Переносное ускорение может быть найдено дифференцированием данного выражения по времени. А 0 есть ускорение движения начала отсчета, а вот это двойное векторное произведение ω на ωr есть не что иное, как центростремительное ускорение минус ω2 на r перпендикулярное. Здесь r перпендикулярное — это расстояние от оси вращения до нашей материальной точки. Таким образом, переносное ускорение равно А0 минус ω2 на r перпендикулярное. Перенеся слагаемые в законе Ньютона из левой части в правую, можно определить силы инерции. Поступательная сила инерции равна минус масса на ускорение начала отсчета. И центробежная сила инерции равная m ω2 на r перпендикулярное. Она направлена всегда от оси вращения. Рассмотрим данные силы инерции на примере вращения Земли. Пусть у нас есть некоторое тело, стоящее на поверхности Земли, и оно вращается вместе с Землей с некоторой угловой скоростью ω. На тело действует сила тяжести mg, направленная примерно к центру Земли, а также сила m ω2e на r перпендикулярное, где r перпендикулярное — радиус окружности, по которой движется тело. То, как назвать эту силу, зависит от того, в какую систему мы перейдем. Если мы выберем систему отсчета, связанную с центром Земли, вращающейся вместе с Землей, то данная сила будет называться центробежной силой. Если взять систему отсчета, которая связана с поверхностью Земли, начало отсчета, который движется поступательно по окружности радиуса r перпендикулярное, то данная сила m ω2 r перпендикулярная — сила инерции поступательная, а не центробежная. Ну, стоит сказать, что для Земли ω2r много меньше, чем g, поэтому данная поправка будет мала. Но ее влияние будет достаточно велико, если посмотреть на всю планету в целом. Наличие центробежной силы приводит к тому, что форма нашей планеты оказывается некоторым образом сплющенной. Теперь рассмотрим вопрос о потенциальной энергии данных сил инерции. Как поступательная, так и центробежная сила являются потенциальными. Для того, чтобы посчитать потенциальную энергию, надо вычислить интеграл по траектории от скалярного произведения силы на элементарное смещение. Нетрудно увидеть, что работа как одной силы, так и другой не зависит от формы траекторий, и можно определить следующие функции потенциальной энергии. Для поступательной силы мы имеем минус m на скалярное произведение ускорения начала отсчета на радиус-вектор рассматриваемой точки. Данную формулу можно сравнить с формулой mgh. Они практически эквивалентны. А для центробежной силы мы имеем формулу минус одна вторая m омега квадрат на r перпендикулярное в квадрате. Эта формула похожа на потенциальную энергию пружины, где сила также пропорциональна отклонению, как и центробежной силы, которая пропорциональна расстоянию до оси системы. Сила кориолиса и ее геофизические проявления, маятник Фуко, отклонение траектории падающего тела от направления отвеса. Кориолисовым ускорением называют удвоенное векторное произведение угловой скорости вращения системы на относительную скорость движения некоторой материальной точки. Рассмотрим причины возникновения данного ускорения. Пусть у меня есть некоторая система отсчета x, y, которая вращается относительно некоторой другой неподвижной, условно, системы отсчета. Угловая скорость вращения системы отсчета равна омега. И у точки есть некоторая относительная скорость v. Посмотрим смещение точки по прошествии какого-то небольшого времени Оси системы окажутся повернуты на некоторый угол Вместе с ними повернется и наша точка При этом из-за наличия относительной скорости она сместится в некоторую другую точку дальше от начала отсчета Какие эффекты из-за этого возникают? Во-первых, точка переместилась на более далекое расстояние от центра Значит, у нее увеличилась некоторая новая линейная скорость омега-р-штрих Кроме того, вектор относительной скорости также повернулся вместе с системой отсчета С этим также связано ускорение И можно показать, что оно по модулю совпадает с ускорением, связанным с увеличением скорости омега-р-штрих Таким образом, в кориолисовое ускорение входят два одинаковых слагаемых Если мы возьмем эту формулу в законе Ньютона, домножим на массу и перенесем в другую часть Можно определить так называемую силу кориолиса Которая действует на тела во вращающихся системах отсчета Если их скорость относительно этой системы отсчета не равна нулю Данная сила относится к классу гироскопических Сила всегда перпендикулярна скорости Ее можно сравнить с известным выражением для силы Лоренца, действующей на заряд в магнитном поле Рассмотрим движение материальной точки под действием исключительно силы кориолиса Ускорение dv по dt равно 2v относительное на омега Посмотрим внимательно на это уравнение Попробуем угадать его решение Во-первых, видно, что поскольку сила перпендикулярна скорости, скорость по модулю не меняется Это является проявлением того, что сила кориолиса никогда не совершает работы Кроме того, в данном уравнении нетрудно узнать уравнение вращения вектора Вектор v будет вращаться с угловой скоростью 2 омега Ну а раз вектор v вращается с постоянной угловой скоростью, траекторией движения тела будет окружность Ее радиус можно найти, записав левую часть как v2r, центростремительное ускорение Ну и в правой части имеем модуль выражения 2v на омега Отсюда нетрудно определить радиус окружности равный v на 2 омега Рассмотрим некоторые геофизические проявления действия силы кориолиса В первую очередь можно рассмотреть влияние силы кориолиса на образование атмосферных вихрей Например, рассмотрим циклон в северном полушарии Циклоном называют область пониженного давления Из-за того, что в некотором месте, из-за неравномерного нагрева земли возникает пониженное давление Воздух устремляется туда и на него действуют силы кориолиса В северном полушарии проекция угловой скорости вращения земли направлена по вертикали вверх Тогда запишем баланс сил, действующий на некоторую частицу газа, воздуха, движущегося в циклоне Сила Архимеда со стороны других частей газа действует в сторону низкого давления То есть пытается его согнать к центру Эта сила должна быть сбалансирована силой кориолиса Сила кориолиса должна быть направлена влево Пользуясь формулой для вычисления F кориолиса Нетрудно увидеть, что скорость движения частицы должна быть направлена в эту сторону Так что циклон будет закручиваться против часовой стрелки Если рассмотреть антициклон, область повышенного давления Он в северном полушарии будет закручиваться по часовой стрелке Соответственно, в южном полушарии имеем все с точностью до наоборот Поскольку там проекция угловой скорости на вертикаль отрицательна Еще более глобальным проявлением действия сил кориолиса являются так называемые пассаты Это ветра, дующие в тропических областях вблизи экватора Также сила кориолиса влияет на направление морских течений При течении рек, как известно, у них левый и правый берег могут размываться по-разному Это также проявление действия силы кориолиса С помощью силы кориолиса можно доказать, что наша Земля вертится Для этого можно рассмотреть так называемый маятник Фуко Просмотрим обыкновенный математический маятник Подвешенный в некоторые точки вертикально Который может качаться в какой-то плоскости Пока данный маятник качается На него на Земле действуют разные компоненты сил инерции Наиболее интересна следующая компонента Которая связана с вертикальной составляющей угловой скорости вращения Земли То есть это проекция угловой скорости вращения Земли На вертикальное направление вот здесь Она равна угловой скорости вращения Земли Умножить на синус широты того места, где мы сейчас находимся Итак, посмотрим на маятник Когда он качается, например, справа налево, имея какую-то скорость v На него действует в системе отчета, связанной с земной Сила кориолиса, направленная перпендикулярно скорости И перпендикулярно данной компоненте омега В данном случае она направлена в рисунок Также на эту же картинку можно посмотреть сверху Вот справа изображен вид сверху Также видно, куда направлена сила кориолиса Как видим, при движении маятника справа налево Действие этой силы приводит к незначительному отклонению плоскости качания Вот в эту сторону Теперь посмотрим на движение маятника в обратную сторону Когда он возвращается, сила кориолиса будет направлена из рисунка Ну, нетрудно видеть из картинки сверху, что такое воздействие приводит к дальнейшему отклонению плоскости качания от исходного положения Таким образом, далее во времени плоскость качания будет понемногу поворачиваться Действие силы кориолиса невелико, вращение плоскости качания будет медленным Проще всего маятник Фуко можно рассмотреть, поместив его на северном полюсе В таком случае плоскость качания маятника будет неподвижна относительно некоторой инерциальной системы отсчета, например, связанной с Солнцем А Земля под ней будет проворачиваться с собственной угловой скоростью вращения Рассмотрим другую задачу, связанную с воздействием силы кориолиса Пусть у нас есть некоторое тело, которое также на Земле падает свободно и вертикально вдоль направления отвеса Посмотрим, к чему приводит наличие силы кориолиса Итак, направим ось Z перпендикулярно поверхности Земли Ось X направим с востока на запад В таком случае вектор угловой скорости можно разложить по двум направлениям Он будет иметь проекцию на ось Z, а также проекцию на ось Y, которая у нас направлена с юга на север Здесь представляет особый интерес именно проекция на ось Y, которая равна угловой скорости вращения Земли на косинус широты того места, на котором мы находимся Итак, пока тело падает вертикально с некоторой скоростью v На него действует небольшая по величине сила кориолиса, которая приводит к некоторому отклонению его движения Ну, нетрудно видеть, куда направлена эта сила По определению силы кориолиса можно получить, что она будет направлена на восток Таким образом, тело при вертикальном падении с нулевой начальной скоростью отклонится на некоторое расстояние на восток Которое можно посчитать, подставив формулу для силы кориолиса, вместо реальной скорости движения ее нулевое приближение То есть падение вертикальное с ускорением g Иногда к этой задаче предлагается неправильное определение того, почему отклоняются тела Говорится, что тело отклоняется от направления отвеса, потому что земля под ним проворачивается Но в таком случае отклонение тел происходило бы на запад, а не на восток На самом деле, дело в том, что когда тело находится выше над поверхностью земли У него больше начальная скорость омега r Таким образом, тело не отстает от земли, а опережает ее Поэтому отклонение происходит именно на восток Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...